Футбольные страсти бурлились сегодня на двух спортивных площадках комплекса «Виктория». Около сотни сотрудников службы уголовного розыска со всех областей страны пытались забить гол ворота противника, демонстрируя свое мастерство и сноровку. После каждого удачного тайма, немногочисленные зрители на трибунах поддерживали свои команды бурными аплодисментами. Чемпионат по мини-футболу среди сотрудников криминальной службы страны проводится впервые. И многие стражи порядка, несмотря на свою хроническую занятость, не проигнорировали турнир и приняли участие в футбольной борьбе. Примечательный тот факт, что спортивное состязание приурочено к праздничной дате – 95-летию образования службы уголовного розыска Республики Беларусь. Данный турнир в первую очередь приурочен к 95-й годовщине дня образования службы уголовного розыска, которую мы отмечаем 5 октября. Накануне мы проводили смотр-конкурс на лучшего сыщика Республики. В настоящее время этот турнир по мини-футболу. И самая главная задача – это популяризация здорового образа жизни. Сыщики не только даны раскрывать преступления, но и находить время поиграть в футбол. Мини-футбол – не единственный вид спорта, которым увлекаются сыщики. Последователи традиций Шерлока Холмса соревнуются между собой в настольном теннисе, большом футболе, участвуют в милицейской комбинированной эстафете, а также являются неизменными участниками спорта-киады органов подразделений МВД Республики. Этот спорт, скажем так, помогает им поддерживать хорошую физическую подготовку для служебной деятельности, и, естественно, закаляет в определенной мере их характер, позволяет сплотиться. Ну и третье, конечно, это небольшая отдушина от их каждодневных, повседневных вот этих забот, дел, возможность побывать в красивом нашем замечательном городе Бресте. Главное управление уголовного розыска – одно из ведущих подразделений в системе Министерства внутренних дел Республики. Сотрудники службы каждый день занимаются раскрытием криминальных преступлений в стране. Поэтому поддерживать хорошую физическую форму, а также воспитывать железное самообладание – необходимые качества для этой трудной и опасной профессии. А спорт в этом деле – незаменимый помощник. Почетное первое место в футбольном состязании завоевала команда Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь.